Давайте разбираться. 104, правильно. Дальше. Сколько? 200? 273, да? Так, слушайте, я уже не знаю, что это будет. 21 на 34, сколько? Мне даже не потребуется. А теперь заявление, вы неправильно создаете? Потому что вы написали эти произведения, а не написали суммы. Надо было писать сюда, не 273, а надо было написать сюда сумму всех этих чисел. Давайте исправлять. 1 плюс 2, а сколько? 3. 3. 3 плюс 6. 9. 9. 9 плюс 15. 24. 24. 24 и 40. 64. 64 и 104. 168. 273 и 168. Так, 441. Так, 441, да? 441 и 714. Сколько будет? 1155. Отлично, записываем. 1155. Так, сейчас давайте уберем эти произведения и просто под каждым числом напишем квадрат. квадрат. Квадрат чисел Фибоначчи. И это понятно, что такое. 1149. 2564. 169. 441. Дальше мне не нужно. Это я уже 8 часов, потому что написал. Теперь складываю квадрат. 1 плюс 1. 2. 2 плюс 4. 6. 6. 6 плюс 9. 15. 15. 15 и 25. 40. 40 и 64. 204. 104. 104. 104. 104 и 169. 273. 273. И, наконец, 273 и 441. Сколько будет? 714. 714. 14. Когда вы занимаетесь индукцией, то всегда у вас есть следующий этап. Первый этап. Это ситуация, когда вы анализируете маленькие значения. Ну, вот в данном случае, исполняет этот таблиц. Иногда нужно делать что-нибудь другое, но анализировать небольшие числа. Все. Проанализировали несколько первых значений. В данном случае, мы дошли до 8. На самом деле, может, было даже меньше. Я думаю, что мы все равно догадались. Следующий этап, на самом деле, творчество. Вы должны точно сформулировать гипотику. Что здесь очень важно. Если вы ошибетесь в формулировке, то все, у вас просто индукционный переход не получится. Ну, или база не получится. То есть, нельзя сейчас сказать что-нибудь такое. Эээ, ну, в общем, вот примерно так будет. Никаких примерно так. Нужна точная формулировка. И после этого идет процесс доказательства. Между прочим, когда тождество, то процесс доказательства обычно довольно простой. Ну, по-разному бывает, конечно. Но часто простой, потому что это просто такая работа. Написал формулы и там расход скобки посчитал. И вот. Итак, для первой задачи мы уже доказали. Все, включая. Для второй задачи мы сформулировали гипотику. А сейчас нужно сформулировать гипотезу для С, для Д и для Е. Пожалуйста, я готов вашей гипотезы слушать для последовательности 1, 4, 12, 33, 88, 232. Что это за числа? Что это за числа? Фибоначчи минус 1. Молодец, минус 1. Это уменьшенные на единицу. Смотрите. 89 это число Фибоначчи. А 88 на единичку меньше. 33 это не число Фибоначчи. Оно на единицу меньше, чем 34. Все, я пишу гипотезу. Правильно сказали? Третья задача гипотеза такая. Если вы складываете второе, четвертое, шестое и так далее, два энное число Фибоначчи, то ответ, какой у нас будет ответ? Ну, ну, декликайте, Фи с номером 2 эн плюс 1, молодцы. И еще надо из этого числа что? Вычесть единичку. Вот так, между прочим, господа, вот некоторые из вас любят в тетради писать неоправно, а именно цифру индекса писать примерно того же размера, что и идущую в строчке формулы цифры. Давайте я объясню, почему величайшая ошибка в индексе абсолютно недопустима и может привести к фантастически большим ошибкам в форму. Господа, все знают свой телефонный номер. А теперь вопрос, что будет, если вы наберете номер, изменив в нем всего лишь одну цифру? Ну, можно звонить другому человеку, но они точно, что вы не позвоните себе, правда? Да. То есть, либо вы позвоните там непонятно куда, но себе вы не позвоните. Почему? А потому что величайшая ошибочка в индексе, это так же, как с номером в квартире. Вот я живу в квартире номер 41, чуть-чуть измените номер, возьмите 42-ю, и там вообще ничего похожего на меня нет. То есть, вообще ничего похожего. Итак, индекс крайне важный, какой пишут. Физ номер 2N плюс 1, минус 1. Это третья задача, про последовательность C1, C2 и так далее. Замечательно. Теперь, последовательность D. Формулируйте, пожалуйста, для нее ипотики. Одно число D, это предыдущие два числа. Скажем, что такое 15? Это 5, а 5 у нас, наверное, 0. Нет, потому что здесь у нас N. Смотрите, пожалуйста. Вот эта строчка, это не числа Fibonacci, это их номера. То есть, это, конечно, важно, но она немножко другой статус имеет. А вот числа Fibonacci здесь. Да. Отлично, здесь есть числа. Да, да. Что это 3, 3 у нас, наверное, 5. Это значит... Это 15. А 40, покажите, что такое. 40, это 5, у нас, наверное, 8. Отлично. А 104? 104, это 8, у нас, наверное, 3, у нас. Ребята, вообще-то ну-ка. Вообще-то спасибо, все правильно. Вот это и называется решение по отечественной задачи. Она посмотрела на таблицу и придумала абсолютно разумную гипотезу. Действительно, надо перемножить два рядом стоящих числа. Ну, давайте посмотрим, числа, которые она не успела проедать. Что такое 1? Это 1х1. Что такое 2? 1х2. Что такое 6? 2х3. Что такое? 273. 13 на 20. Все. В пределах нашей таблицы закон действительно выполнен. Значит, я пишу эту четвертую скономерность. Фи 1 в квадрате плюс Фи 2 в квадрате плюс Фи 3 в квадрате плюс и так далее плюс Фи n в квадрате это Фи n умноженное на Фи n плюс 1. Сумеете увидеть закономерность для последовательности Е. Подсказка. Это существенно тяжелее, чем в сделанных нами случаях. Потому что там закономерность для четвертых и для нечетных будет разная. Отдельно посмотрите нашу табличку. 3, 24, 168, 1155. Пока никакой закономерности не видно. Я согласен. Давайте я их допишу. 3, 168, 24, конечно. 24 еще. 3, 24, 168, 1156. А есть еще нечетные. Давайте нечетные мне подиктуйте, пожалуйста. 1, 9, 64, 441. Ребята, вот для нечетных чисел и закономерности уже могли бы им дать. Да? Что это за числа такие интересные? 1, 9, 64, 441. Квадраты и 4. Молодец. Это квадраты. Давайте я сюда напишу. 1 это квадрат чего? Это квадрат единицы. 9 это квадрат? Тройки. Тройки. Это квадрат восьмерки. Это 441. Квадрат числа 21. 1, 3, 8, 21. Это вообще так. Числа Фибоначчи. Приглядите таблицу. 1, 3. Согласны? 1, 3, 8, 21. Это числа Фибоначчи. Кстати, 21 это какое по номеру число Фибоначчи? Восьмое. Это восьмое число Фибоначчи. Значит, верен такой забавный факт. Если мы складываем квадраты первых семи чисел Фибоначчи, то результат это квадрат восьмого числа Фибоначчи. Странно, правда? Правда, странно. Но давайте это себе просто отдельно запишем. Просто в качестве факта. Сейчас мы будем думать, как все это сформулировать в виде неправильной формулы. Но вообще это забавно. Насколько далеко нужно исследовать первые случаи для того, чтобы правильно формулировать индукционные гипотезы. Был такой замечательный математик, физик, астроном в 19 веке Карл Фридрихаус. Когда он был совсем-совсем еще молодым, то его заинтересовал вопрос. А вот когда делишь единицу на тройку, получаешь 0,333. Знаете, как это происходит? Когда делишь единицу на семерку, получаешь, можно это проверить, периодическую тройку с периодом длины 6. Когда делишь еще на что-нибудь, тоже получается периодическую тройку. А дальше он стал экспериментировать. Просто брал и подряд единицу делил на 7, на 8, на 9, на 10 и так далее, и так далее. И сформулировал гипотезу. Вопрос. До скольки он дошел? Заметьте, калькулятора у него не было. До чего он дошел? До тысячи. До тысячи. Он просто аккуратно выписывал. Ему было интересно, так это будет или нет. В более зрелые годы Гауссу вовсе не требовалось много сотен экспериментов для того, чтобы догадаться. Но начинал он вот так. Между прочим, сейчас у любого из вас есть возможности гораздо больше, чем были в свое время у Гаусса. А именно, любой из вас может научиться программировать. На самом деле, тут неважно на каком языке. 2, 1х1, дальше что? 1х2, 2х3, 3х5, 5х8, дальше что? 8х13, и наконец? 13 на 21. 13, о нет, на 21. 13 на 21. Так, подсчитываем результат. Подсчитываем результат. 1, 2, 6, 15, 40, 104. Это уже сегодня много раз будет число. 273. Так, так чему же это равно? Когда складываешь произведение соседних чисел Фибоначчи, складываешь первые семь таких произведений, получается квадрат какого числа? Получается квадрат числа с каким номером? Восьмой номером. Как это сформулировать в виде строчки нашей гипотезы? Обратите внимание, вся гипотеза будет отдельно для отчетных чисел, отдельно для нечетных. Значит, для отчетных это вот 3, 2, 3, 4, 168, 1655. Так мы еще должны придумать. Ну а сейчас я уже могу написать задачу для нечетных. Значит, итак, Фи первое, Фи второе, плюс Фи второе, Фи третье, Фи третье, Фи четвертое и так далее. Фи энное, Фи эн плюс первое. Здесь сейчас нельзя, потому что на самом деле мне нужно написать здесь нечетное число. Какая вообще формула для нечетного числа? 2 н минус 1. Вот так пишу. 2 н минус 1. Здесь 2 н. И чему же это будет равно? Алло. Произведение соседних чисел выписываем и складываем. Первые н штук пишем. Вот там вот, когда было 7, то было дальше 8. А здесь что будет в квадрате? Здесь будет какое это число Фибоначи в квадрате? Какое? 2 н. Какое? 2 н. 2 н. Действительно, 2 н. Посмотрите, там у нас было. В конце было произведение чисел 13 и 21, и именно это число возводилось в квадрат. Вот. А вот теперь должна пойти следующая строчка. Следующая строка такая. Фи первая, Фи вторая по-прежнему. Фи вторая, Фи третья. Фи третья, Фи четвертая. И так далее. А вот дальше пойдет, смотрите, что. Я не остановлюсь на вот этом произведении, а еще прибавлю следующее. Фи двоенная, Фи два н плюс первая. Ребята, нужно понять, что это за число. 3, 24, 168 и 1155. Как только вы их поймете, у нас будет полностью сформулирована гипотеза. А после этого уже мы станем все рассказать. Да. Да, Парон. Да, еще отчет чисел. Давай. Что такое? 1155. Какое? Число фибоначчо номер 9. Скажи, пожалуйста, само число. Не номер числа, а само число. тысячи сто пятьдесят пять это минус один для того чтобы понять здесь нужно ко всем давайте быстро сделаем получится на самом деле очень понятные числа получится числа 4 25 169 тысячи сто пятьдесят шесть да правильно сообразили 25 квадрат 169 13 квадрат 1156 это 34 квадрат а вот теперь надо вычесть единицу а какое число надо возводить в квадрат с каким номером число надо возводить в квадрат ну а давайте напишем небольшое сначала фи первое фи второе плюс фи второе фи третье фи третье фи четвертое и на остановке фи четвертое фи пятое что это такое 1х1 1х2 дважды 3 3х5 это что такое 1 плюс 2 плюс 6 плюс 15 это сколько 24 это 5 в квадрате минус 1 что такое 5 все увидели все увидели значит здесь я должен написать 2н плюс первое квадрате минус 1 будем спорить сколько будет 34 квадрате давайте давайте начинаем спорить о числе 34 квадрате 34 я написал 34 я написал знак умножения писал отлично начало умножать 4х4 16 единичка и 12 сколько так трижды 4 12 1 и 9 есть вот честное слово 1156 убедил отлично